У Насти дома любят готовить оригинальные рецепты. Это киви и банан. Вы знаете, уже опытный образец весь испробовали. Уже ничего не осталось. Варенье смородиновое, клубничное, черничное и даже из кабачков и моркови. Сладкое угощение на праздник приготовили бабушки села Овсянка. Есть даже варенье из огурцов. Говорят, что именно оно было любимым лакомством Ивана Грозного. Каждое варенье можно попробовать, но сначала ответить на все вопросы викторины. Мы проводим очень интересную викторину «Любимое варенье писателей классиков». Например, «Любимое варенье Чехова», «Любимое варенье Астафьева», «Любимое варенье Блока» и других, «Льва Толстого». То есть в баночках прямо стоит это варенье. Обязательно каждому варенью рецепт мы прилагаем. Рецепты распечатаны, можно взять с собой. Также каждая банка с вареньем участвует в конкурсе. Номинаций много. Например, самое вкусное ягодное лакомство, фруктовое или овощное. Перед жюри непростая задача. Надо все попробовать и определить победителя. На праздник в Овсянку приехали сотни семей. Для малышей даже подготовили контактный зоопарк с кроликами и морскими свинками. Очень интересная была программа мероприятий. Заинтересовала. Кроме того, в Овсянке ни разу не были. Народные гуляния развернулись прямо на улицах между домами. Не обошлось и без песен и танцев посолом организаторов. Это мероприятие посвящено бабушкам и дедушкам. И для каждого этот праздник очень близок. «Чтим всех бабушек и дедушек, которые прожили свою жизнь. А как жили наши бабушки и дедушки? Все ради детей и внуков. Трудились с утра до ночи. Делали все. Нянчили детей. Ходили по ягоду, ходили по грибу, делали запасы». Также здесь, под открытым небом, ученики художественной школы организовали настоящую выставку «Все картины» на семейную тему. Екатерина Погорелова, Максим Галат, Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова